Здравствуйте! Это программа День города в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. В последний раз состоялось итоговое заседание Рязанской городской думы. Фрукты и овощи снова на улицах. Борьба со стихийными рынками продолжается. Я уколов не боюсь. В Рязани стартовала прививочная кампания от гриппа. 30 августа 2018 года состоялось последнее заседание Рязанской городской думы второго созыва. На мероприятии были подведены итоги работы, а также выстроен план на дальнейшее развитие региона. Подробнее в нашем следующем сюжете. На повестке дня больше 20 вопросов по разным темам ЖКХ, образование, бюджет. На благоустройство дворовых территорий выделено больше миллионов рублей. На реконструкцию детских садов около 110 миллионов рублей. Дополнительные средства выделены в связи с поступлением межбюджетных трансфертов из областного бюджета. Другой важный вопрос касался подготовки школ и детских садов к новому учебному году. В этом году на ремонт образовательных учреждений направлено 119 миллионов рублей. Депутаты проголосовали за внесение изменений в генплан Рязани. Расширена зона городских кладбищ, узаконена территория заправки на Московском шоссе и определена территория для строительства нового корпуса онкодиспансера. Также депутаты фракции «Единая Россия» вышли с инициативой о запрете розничной продажи алкоголя в жилых домах. Они не соблюдают действующие законодательства, работают и после 23 часов, что запрещено, а некоторые до утра. И такое впечатление, что некому, собственно говоря, на этот процесс повлиять. В связи с этим была инициативная группа, которая предложила, и мы, как член фракции, все единогласно поддержали в рамках законодательной инициативы обращения к депутатам областной думы для создания областного закона, если это, так сказать, не противоречит действующему федеральному законодательству. Рязанской городской думой второго созыва за пять лет проведено 81 заседание. Было принято свыше двух с половиной тысяч решений. Уважаемые коллеги, считаю, что мы проявили себя достойно. Благодаря нашей с вами кропотливой работе развивается важнейшая отрасль экономики. Строятся новые объекты социальной сферы, ремонтируются дороги, благоустраиваются дворы. Рязань становится красивее и уютнее. Это результат совместной работы с губернатором Рязанской области, правительством Рязанской области, депутатами областной думы и городской администрации, прокуратурой и специалистами контрольно-счетной палаты города Рязани. Огромное им спасибо. Владислав Фролов пожелал удачи тем, кто ведет избирательную кампанию. Напомнил, что задача городской думы третьего созыва – оправдать надежды горожан. Выборы в городскую думу пройдут 9 сентября. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Стихийные рынки уже давно стали проблемой для района Дашково-Песочня. Рязанцы жалуются на то, что торговцы засоряют не только территорию возле остановки городской больницы номер 11, но и ближайший пруд. В теме разбиралась Анна Малистова. Раньше рынок находился возле больницы номер 11. Чтобы найти тех же самых стихийных торговцев, далеко ходить не нужно. Они расположились недалеко от остановки городская больница, рядом с прудом. Несмотря на то, что стихийных продавцов штрафуют, покидать место торговли они не торопятся. Если возле торгового городка от незаконного рынка избавиться удалось, то со стихийными продавцами в Дашково-Песочне дела обстоят куда сложнее. Со старого места торговцы всего-навсего переехали. Местные жители возмущены не только самим рынком, но и тем, что после себя оставляют продавцы. Коробки из-под фруктов, овощей и целлофановые пакеты торговцы не только не убирают после рабочего дня, но и выбрасывают их в пруд, находящийся рядом. По словам горожан, к концу рабочего дня на остатки испорченных продуктов сбегаются уличные собаки. Хотим напомнить, что дачники могут реализовать свою продукцию бесплатно на рынках и ярмарках города, в то время как перекупщики обязаны платить аренду. Назревает вопрос, почему, несмотря на все меры, продавцы продолжают собираться на стихийных рынках? Вероятно, штрафы их не пугают, ведь сумма, которая грозит за незаконную торговлю по сравнению с прибылью, вовсе небольшая. Возможно, для того, чтобы избавиться от стихийных рынков, стоит ужесточить меры, увеличить сумму штрафа и проводить регулярные рейды полиции. Стоит помнить, что продукты на таких рынках могут быть опасны для здоровья, ведь документов на товар у большинства продавцов нет. Мы отправили запрос администрации города, чтобы выяснить, будут ли проводиться работы по очищению пруда и примут ли меры в отношении торговцев. А пока, видимо, стихийные продавцы еще долго будут незаконно зарабатывать на улицах города. Анна Малистова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». 30 августа – Международный день без вести пропавших. Эта дата напоминает не только о пропавших на войне, но и о тех, кто, выйдя из дома, так и не вернулся. К сожалению, статистика говорит о том, что с каждым годом таких людей становится все больше. О том, кто отправляется на их поиски, расскажет Мария Рудая. В России, по некоторым данным, ежегодно без вести пропадают более 70 тысяч человек. Около четверти – дети. Поисковой деятельностью занимаются сразу несколько организаций. Сотрудники Следственного комитета работают в тесном сотрудничестве с полицейскими и добровольческим отрядом «Лиза Алерт» и сотрудниками МЧС. Если человек пропал, помимо самих поисков происходит постоянный обмен информацией в режиме онлайн. На площадях и вокзалах используют систему оповещения «Аксион», где вся информация о пропавших размещается на экранах. Соответствующие поисковые мероприятия, на открытой местности, на улицах, в подвалах домов и так далее, мы все это делаем совместно. Здесь уже участвуют и наши следователи, следователи-криминалисты, и сотрудники полиции, и волонтеры. То есть, как говорится, всем миром занимаемся. У нас есть для этого вся необходимая техника. У нас в отделе криминалистики есть свой квадрокоптер, который мы активно используем. У нас есть и лодка моторная для поисковых мероприятий на воде. Помимо работы на местности и поисков, специалисты задействуют криминалистическую технику. Часто в непростом деле помогают специально обученные собаки. К сожалению, если к поискам подключили сотрудников Следственного комитета, шансов найти человека живым мало. Но они все же есть. Волонтеры и следователи до последнего надеются на лучшее. Так произошло и в случае, который особенно запомнился Виталию Бучкареву из Красноярска. Им передали уголовное дело, фигурантом которого был мужчина, отправившийся в Рязань покупать машину. Автомобиль он так и не купил, да и следы его пропали после посещения нашего города. Долго очень проводилось расследование. Было допрошено огромное количество людей, запрошена информация, анализировались телефонные соединения. Очень большой объем работы был проделан. В итоге удалось установить местонахождение этого гражданина. Он был установлен проживающим в Курской области. Как выяснилось, он просто решил поменять, так скажем, свою жизнь. Полностью прекратил общение со своими родственниками в Красноярске. Практика показывает, чаще всего пропадают люди в сельской местности, особенно там, где рядом расположены леса. Отправляясь за грибами и ягодами, даже проверенным маршрутом любой человек может потерять ориентацию в пространстве. И тогда самостоятельно выбраться бывает сложно. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Администрации города Рязани ведется плановая работа по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Так, за весенне-летний период МУП РМПТС провело работы по капитальному ремонту более 6000 метров магистральных тепловых сетей, что позволит своевременно получить городу паспорт готовности. На сегодняшний день завершается работа по актуализации системы теплоснабжения. Схему планируется утвердить к 21 сентября. По состоянию на сегодняшний день кредиторская задолженность МУП РМПТС перед Новоризанской ТЭЦ составляет около 340 миллионов рублей. В связи с этим администрация города достигла договоренности с банком о выдаче РМПТС кредита на погашение ее части. Срок до 20 декабря предприятию будет перечислено 200 миллионов рублей. До 7 сентября администрация города предоставит график погашения оставшейся части долга перед частным предприятием. С целью ликвидации дефицита собственных средств и улучшения ситуации с кредиторской задолженностью МУПР РМПТС в бюджет города Рязани на 2019-2021 годы планируется включить целевое финансирование в размере 300 миллионов рублей. За счет этого теплоснабжающим организациям будут предоставлены субсидии на погашение судной задолженности. Также в хозяйственное ведение МУПР РМПТС будет передано используемое им муниципальное имущество. В регионе стартовала прививочная кампания от гриппа. Врачи городской поликлиники ОКБ решили стать примером для своих пациентов и первыми отправились в кабинет вакцинации. Наталья Нарышкина до 2011 года даже не задумывалась о вакцинации от гриппа. Все изменилось в тот момент, когда пришла беда. Женщина заболела вирусом H1N1. В народе его называют свиным гриппом. Она до сих пор помнит все симптомы. Очень высокая температура была, двухстороннее, поздно воспаление легких. Это было очень тяжело. Сейчас Наталья постоянный посетитель процедурного кабинета. Как и Лидия Максакова, акушерка смотрового кабинета за 40 лет работы прививается 30 лет. Она признается, за это время гриппом болела всего три раза, да и то в легкой форме. Всегда делаю прививки и советую всем своим близким. Всегда делаем. И уже внуки подросли. Обязательно, в обязательном порядке от гриппа и от всех инфекций всегда прививаемся. Для чего? Чтобы не было распространения. Сами не болеем и других не заражаем. Предугадать, какой штамм будет опасен именно в этот сезон – задача лучших умов Федерального Министерства здравоохранения. Они же работают над тем, какую вакцину выбрать. Одно всегда неизменно – прививки отечественного производства. Сейчас к нам поступила вакцина «Сови грипп». Несколько компонентов от самых сложных гриппов, которые опасны осложнениями. До смертельных исходов бывают осложнения после гриппа. Сегодня вакцина произведена Санкт-Петербургом. Очень хорошая вакцина. Она уже не первый год к нам поступает. Компоненты специальные, которые убитые. И они просто дают иммунитет в организм. Защиту от самых тяжелых. Врачи уверяют, у данных прививок практически нет противопоказаний и они не имеют побочных эффектов. Вакцина хранится под строгим контролем в специально оборудованных холодильниках. Держится температура, охлаждение идет. Вакцина при определенной температуре хранится от 2 до плюс 8 градусов, не более, чтобы она сохраняла свои действия. Несмотря на то, что данная вакцина не имеет противопоказаний, прежде чем прийти в прививочный кабинет, необходимо посетить врача-терапевта, который и даст добро на прохождение процедуры. Медики уверяют, прививки реально работают. После массовой вакцинации случаи заболеваемости гриппом сократились вдвое. Конечно, даже у правил бывают исключения, но если у привитого человека и диагностируют грипп, он протекает в более легкой форме. Вакцинация против гриппа имеет особо важное значение. Это тяжелое вирусное заболевание, которое ежегодно, к сожалению, уносит в жизни ни одного пациента, включая детей, молодых и пожилых. Высокий процент осложнений и достаточно долгий и восстановительный период. Прививочная кампания от гриппа только началась, а врачи уже показали пример своим пациентам. Конечно, вакцинация – дело добровольное, и каждый решает для себя сам. И здесь все почти как у Шекспира. Делать или не делать – вот в чем вопрос. Мария Рудай, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Традиционно в первое воскресенье сентября нефтяники отмечают свой профессиональный праздник. Профессии это востребовано, а специалисты отрасли всегда ценились. В преддверии праздника наша съемочная группа отправилась в Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию, чтобы узнать, какими событиями насыщен обычный день работника этой нелегкой профессии. Обычный день нефтепереработчика проходит как в операторной, где по компьютерам можно отследить технологический режим работы установки, так и непосредственно на самой установке, где ведется контроль за работой оборудования. Евгений Ситник – заместитель начальника установки каталитического крекинга. Задач у него множество. Нужно проконтролировать работу самой установки, провести пятиминутку с персоналом, проконтролировать лабораторные анализы и количественные показатели продукции. В подчинении у Евгения 46 человек. Это и операторы, и машинисты. Все они обеспечивают работы установки каталитического крекинга. Коллектив у нас хороший, дружный, слаженный. Справляемся нормально. Много сейчас пришло молодых ребят, достаточно перспективных. После школы Евгений не сомневался в выборе своей будущей профессии. Он подал документы в Грозненский химико-технологический техникум. После – переезд в Рязань. На нефтезаводе Евгений работает большую часть своей жизни – 25 лет. Говорит, что работа для него все. Вот только семья немного ревнует, так как работа отнимает много времени и сил. Начинал Евгений оператором на установке термического крекинга. Теперь он в должности заместителя начальника установки каталитического крекинга. О выборе профессии не пожалел ни разу. Тому помогли и хорошие наставники, которые работали на установке. Это Владимир Корчагин, Владимир Ермаков, Анатолий Карачев. Теперь Евгений и сам старается быть примером для молодежи. Заместитель начальника установки рассказывает, что на его установке из нефтяных остатков получают большое количество бензина, пропан-пропиленовой и бутан-бутиленовой фракции, дизельки и сухого газа. В последнее время в коллективе появляется все больше перспективных молодых людей. Оно и понятно – профессия нефтяника интересная, но сложная и ответственная. Однако всегда есть те, кого никакие трудности не пугают. Приближается день нефтяника. Хотелось бы пожелать коллективу установки, завода и компании всего хорошего достижения всех намеченных целей, поменьше трудностей аварийных остановок. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания. Город. Первое сентября приближается. Важным атрибутом праздника являются цветы. Школьники с букетами спешат за новыми знаниями. Какие сейчас тенденции в оформлении букетов для учителей – смотрите в нашем следующем сюжете. Настроение праздника и очарование момента. Когда входишь в магазин от цветов весна, складывается ощущение, что попадаешь в цветущий сад. Здесь царит особая романтика. Нежные розы, царственные каалы, декоративные подсолнух, целлозия, протея, фрезия, лизиандус. Привычные глазу и экзотические цветы. Здесь есть все. А талантливые и креативные флористы создадут невероятные букеты любой сложности. Сейчас главная тема – конечно, 1 сентября. Здесь есть свои модные тенденции. Самый главный тренд – это вставки тематические. Как раз 1 сентября, цифры деревянные, каркас обязательно. Очень хорошо смотрятся в букете в этом сезоне гортензии, герберы, фрукты декоративные, украшенный букет. Ну и в общем-то все осенняя тематика. В первой классике, в второй классике до пятого класса идет тенденция всякой декор с божьими коровками, с всякими там ягодками, цветочками тоже декоративными, сухоцветами. А более, которые повзросли, они более классический вариант. К 1 сентября – это вариант для девочки. То есть более нежный, какой-то воздушный. В принципе, подходит и такая тематика и первоклассникам, и старшеклассникам. В принципе, с такими элементами декоративными, да, как вот гиперикум, с пионами. В честь 1 сентября все магазины цветов «Весна» будут работать круглосуточным, чтобы цветочное настроение сделало праздник ярким и незабываемым. 24 августа был открыт 4-й салон «Весна» на улице Гоголя 41, который является оптово-розничным. Также салоны цветов «Весна» работают по адресам Политаева 164, Политаевский рынок, павильон номер 5, Новаторов 3Б, рынок молодежный, павильон номер 1 и на Гоголе 42. В салонах цветов «Весна» работает доставка по всему городу. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Если понятно, какие цветы взять на торжественную линейку, то вот вопрос, как на нее одеться. Синоптики рассказали о погоде в Рязани на 1 сентября. В субботу будет облачно с прояснениями, без осадков. Днем воздух прогреется до 28 градусов. По данным синоптиков, дождь возможен в пятницу, 31 августа. А в воскресенье 2 сентября ожидается жара до 29 градусов. Ночами плюс 12, плюс 13 градусов. Это были все новости на данный момент. И еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Каскад из четырех прудов. Решает лидение. Каскад из четырех прудов. Редактор субтитров А.Семкин